МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это вести Татарстана. В студии Алмаз Хакимов. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Предотвращенный теракт в Казани пресекли деятельность банды Мингалиева. Новые подробности спецоперации. Светлая радость и укрепление веры. Мусульмане празднуют Курбан-Байрам. Рекламная пауза. Почему в центре столицы демонтируют билборды? Здесь все пронизан творческой атмосферой. Журфаку КФУ сегодня 50. Тыква-толстушка, где в Татарстане вырастили гигантские овощи. Сегодня Федеральные службы безопасности подтвердили, что в Казани предотвращен теракт. Его готовили члены так называемой банды Мингалиева. В результате спецоперации в авиастроительном районе Казани уничтожены два преступника. Погиб сотрудник ФСБ, один тяжело ранен. При осмотре квартиры изъятый пистолет, 3 килограмма взрывчатого вещества. Похожее было обнаружено на месте взрыва в деревне Мемдель Высокогорского района в январе текущего года. Личности преступников установлены. Это Роберт Валеев и Руслан Кашапов. Они находились в федеральном розыске за исполнение июльского теракта, когда было совершено покушение на Илдуса Файзова, а Валила Юкупов был убит. И сегодня журналистов впустили в квартиру, где накануне прятались особо опасные преступники. После вчерашнего шторма восстановлена подача тепла, газа, воды и электричества. Жильцы возвращаются в квартиры и рассказывают о страшных событиях среды. Репортаж Эмир Заляевой. Большую часть дня жителям первого подъезда пришлось провести вне дома. Вчера во время проведения спецоперации во многоэтажке полностью отключили газ. Работы по его подключению коммунальщики начали сразу после того, как криминалисты покинули место происшествия. Жильцы же в это время дежурили у подъезда. Здание школы пострадавшие покинули еще накануне вечером. Многие эту ночь провели у родственников. Остальных поселили в отеле. К утру люди стали подтягиваться к дому, но в квартиры пускали только, чтобы помочь газовикам. Мы у родственников переночевали. Мы пришли сперва в 10 часов утра, потом сказали, в 2 часа мы пришли. Вот сейчас пришли, сейчас до сих пор не пускают. Завтра всем на работу. Как, 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 мы даже не знаем. На лестничных пролетах все это время дежурили сотрудники полиции. В квартиры люди попали, как и было обещано, в 4 часа дня. Первым делом изучали ущерб. Это, видимо, пули метели. Из большой семьи Сиразиевых дома в момент спецоперации находился только младший сын. Он вернулся со школы, сделал звонок маме, что все хорошо. Через несколько минут вызов пришлось повторить. Под окнами началась шумиха. Мне кажется, в подъезд зашли, и в железную дверь начали стучать. Я уже не стал открывать. Потом этот, они замок сломали. Начали тут кричать, всем выходить с поднятыми руками. Я считаю, дверь открыл, вышел. Меня этот, ну, спросили, что у тебя в руках. В руках телефон был, считай. Телефон на пол положил. Сам вышел, меня на пол положили. Сзади еще этот, один подошел, там автомат поставил на спину. Потом меня в сопровождение вывели. Их квартира оказалась прямо на той частью дома, где шли основные действия. Шальные пули, говорит женщина, прошли сквозь всю комнату. Тут все, даже до этого, до коридора долетели. У нас на стене вот эта вот висела, над дверью ее прообило. Этажом ниже все в черной копоти. Здесь от взрыва полыхало пламя. Стены оголены вплоть до кирпича, полы мокрые от пожарной пены. Остатки мебели, бытовых приборов и вещей выкидывали целый день. Чтобы расчистить квартиру, понадобился контейнер. Уже завтра городские службы возьмутся за ремонт подъезда, будут ликвидировать следы пожара и вставлять выбитые стекла. В Следственном комитете подтвердили, преступники были напрямую связаны с июльским терактом. Два уголовных дела объединили в одно производство. Сегодня это уголовное дело соединено с ранее возбужденным уголовным делом, которое было возбуждено 19 июля по факту совершения террористического акта, покушения на муфти республики Тарстан и убийство заместителя муфти республики Тарстан. Эту ночь жители проведут уже в своих квартирах. Но, правда, не все. Семья Сиразиевых снова пойдет ночевать к родственникам, вернуться в дом, где еще сутки назад проходили боевые действия. Психологически говорят, пока тяжело. Эльмира Заляева, Арат Мухамедзианов, Вести, Татарстан. Внимание автомобилистов! Завтра в Казани с 20 часов и до 4 ноября полностью закрывают движение по Адаратскому на участке от Читаева до Чистопольской. Причина строительной работы по прокладке газопровода. Автомобилистам стоит обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее предусмотреть объезд через Читаево, Чистопольскую и проспект Амирханово. Сегодня мусульман один из главных дней в году. Курбан-Байрам – праздник жертвоприношения. В Татарстане он официально объявлен выходным. Задолго до восхода солнца тысячи верующих собрались в мечетях, чтобы совершить намаз и принести в жертву барашка. Как прошло торжественное богослужение? Об этом в репортаже. Сегодня с утра наши мужья пошли в 5 часов утра в мечеть. Мы тоже встали с утра и стали готовить на стол вкусные приготовления. Заплютуют сегодня хозяйки с позаранку. Готовили праздничный стол к приходу мужей с утреннего намаза. Фельсинапа этот праздник проводят у родственников. Так принято – собираться большой семьей у тех, кто принес жертву животное. К вечеру готов суп из баранины. Из баранины готовили суп вкусный. И белеш, очпичмак, губадье – все вкусные готовили. Ждем гостей, родных, близких, соседей. Ждет Фельсинапа и зятя. В то время, как дома женская половина готовится к ужину, мужчины проводят главный обряд праздника. В этом дворе сегодня весь день гости. Одни прощаются, подъезжают другие провести обряд жертвоприношения. Ленар Усманов научился этому еще в школьном возрасте. Теперь помогает другим. К закланию животных приступили только после намазов. Утренний начался в 6.30. Затем праздничная проповедь и гаед намазы. В Казани, как обычно, храмы не вмещали всех верующих. На этих кадрах площадка у мечети Булгар. Покупатели сегодня особо придирчивые жертвенные животные не должны иметь дефектов. Это условие – спрос на больших баранов. Ведь мясо надо разделить на три части – себе, родственникам и неимущим. На три части, если делить баран, для гостей, для бедных, для себя. То есть, соответственно, лучше побольше брать, чтобы всем досталось. Мы уже распределились, есть кому дать, какую-то часть отдать. Бедным также дать, родственникам и всем остальным. Ждали ребенка. В прошлом году попросил Всевышний, дал ребенка. Вот. Благодарить. Время для восхваления Всевышнего. Внимание к близким и нуждающимся. Курбан Байрам собрал сегодня вместе тысячи семей. Праздник идет три дня. Завтра Ленар Усманов принесет в жертву животное от своего имени и соберет гостей уже у себя. Эльвири Бятулина, Айрат Каюмов, Павел Прищепов. Вести. Татарстан. К мусульманам обратился президент России Владимир Путин. Этот праздник проникнут самыми добрыми и светлыми чувствами, служит сближению людей, раскрывает глубину непроходящих духовных ценностей ислама, здоровья, счастья и успехов во всех благих начинаниях, говорится в обращении. Президент Татарстан Рустам Иниханов поздравил верующих. Он пожелал сил и вдохновения, счастья, процветания, изобилия и достатка. Поздравление президент направил и духовенство России, и Татарстана. С Казанских улиц уходит реклама. Демонтировано две сотни билбордов. За ночь снимают по 10-12 плакатов. И все это ради облика центра города. О намерении открыть виды на историческую архитектуру власти предупреждали давно. Но только сейчас есть законные основания на снос. На работу они выходят поздно ночью. Рекламные щиты убирать днем невозможно. Кругом припаркованы машины, а в центре и вовсе постоянные пробки. Эти конструкции в течение пяти лет приносили прибыль. Продлить договор аренды по закону о рекламе уже нельзя. Он обязывает распределять места под наружную рекламу только по результатам аукционов и конкурсов. Но выиграть соперничество с федеральными агентствами казанским фирмам оказалось не под силу. Возможность как таковая была. Они могли участвовать. И многие фирмы все-таки участвовали. Аккредитовались на площадке электронных, к примеру, все. Просто суммы, которые платили рекламные фирмы не резиденты московские, значительно выше тех, которые могли заплатить наши фирмы. По результатам торгов сумма аренды одного такого места выросла до миллиона рублей и выше. Казанские рекламные агентства считают тратить такие деньги на аренду нецелесообразно. За пять лет они не окупятся. С новым положением дел Марсель Алеев уже смирился. Раньше у него было и 150 счетов, иногда и больше. Теперь ни одного. По мнению руководителя компании, из-за того, что аукцион сделали открытым, транснациональные компании просто поглотили местные. Он делался на скорую руку. И как практика как раз пяти лет показал, что он очень сырой и недоработанный. Вот, то есть, когда закон недоработанный, каждый может трактовать его в свою сторону. Наш муниципалитет посчитал, что вот так полезнее и, ну, скажем так, выгоднее экономичнее. Теперь казанским фирмам доступна только мелкоформатная реклама. Кроме того, что договоры с ними не продлили, за демонтаж счетов придется заплатить 12 тысяч рублей. Полностью исчезли билборды с улиц Тошаяк, Московской ярмарочной площади. Здесь, на Вишневского до Калинина, остался лишь один счет из 27. Рекордное количество убрали с Ершова. Это 41 рекламная конструкция. Также теперь нет растяжек над дорогой, которые отвлекали водителей. А вот по поводу рекламы на домах, жестких мер пока не предпринято. Но в управлении наружной рекламы сообщили, их тоже станет значительно меньше. Всего по новой территориальной схеме количество счетов уменьшится на треть. А в исторической части Казани и вовсе ничего не будет мешать наслаждаться видами города. Екатерина Кудинова, Павел Прищепов и Адель Миндубаев. Вести. Татарстан. Герман Казанцев продолжает курс реабилитации в Германии. Мальчика прооперировали благодаря ежедневным занятиям и лекарствам. Он стал хорошо питаться, скоро сможет посещать бассейн. Первый этап лечения подходит к завершению. Без промедления нужно начинать второй. На это требуется порядка 8 миллионов рублей. Для семьи Казанцевых это неподъемная сумма. Они просят откликнуться всех, кто хочет помочь мальчику. В центре Казани сегодня съехались почти все журналисты республики. Поводом стало на этот раз приятное событие. 50 лет журфаку. Полвека назад в Казанском университете открылась профильная кафедра. Моя коллега, выпускница факультета Диана Василова, встретилась с теми, кто первым в Татарстане получил диплом профессиональных акул пера. Столько журналистов в одном зале собираются только в исключительных случаях. Правда, сегодня все вопросы не в рамках интервью. Разговоры в холле о том, как вместе слушали лекции, начинали работать и только точили перо. Мунир Аглиуллин. Когда-то главный редактор в Атанем Татарстан, вид на журналист, его имя было первым в списке зачисленных в далеком 62-м. Прогуливали, прогуливали и получается так, что иногда в кинотеатр возились бы, мы встречались с своими преподавателями. 50 лет факультетов. В холле лица, что мелькают на экранах телевизора и имена, что вписаны в историю не только татарстанской журналистики. Вот заведующий кафедрой телевидения МГУ Анна Качкаева встречается с одногруппниками. Это она воспитывала почти всех известных московских телевизионщиков. Редактор российской газеты успел провести в Казани мастер-класс. Все выпускники факультета. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Спасибо за поздравление. Хорошо. До свидания. В кабинете нынешнего декана факультета Васила Гарифулина не смолкает телефон. Встретиться с ним нам удалось лишь ранним утром. Главный вопрос, что будет с факультетом дальше. В развитии университета мы определили и видим себя в качестве института. Одного из крупных институтов Казанского федерального университета. Название института, видимо, будет Институт массовой коммуникации и социологии. За полувековой историей изменилось действительно многое. Выпускник 99-го года Дмитрий Фторов знакомится с расписанием нынешних студентов. Ну, смотришь некоторые предметы, у нас вообще таких предметов не было. Телепродюсирование, журналистка связана с интернетом. В 99-м году, когда я завершил, об интернете речи не было. Тысячи выпускников и тысячи будущих журналистов. Собрать всех в одном зале было бы невозможно. Те, кто смог, на время оставить редакции и отложить в сторону микрофоны. Сегодня вспоминают студенческие годы и желают факультету только хороших вестей. Диана Василова, Равка Диединов, Илья Савельев. Вести. Татарстан. Самая большая тыква Татарстана в этом году выросла в Елабуге. Вес гиганта почти полцентнера. Чтобы взвесить овощ, садоводам пришлось ехать на оптовую базу. Королева грядки выросла в обычном огороде. Секрет своего урожая садовода не скрывает. Ведро перегноя при посадке и полив раз в неделю. Но не всегда обычно водой, иногда квасом. Судьба тыквы. Тяжеловес уже решена. Ее раздадут знакомым и соседям. А семена сохранят до весны. Далее прогноз погоды. Генеральный спонсор прогноза погоды – фармацевтическая компания «Зао Эвалар». Скажите, холестерину нет? Принимайте Атероклифит Био. Атероклифит. Генеральная чистка сосудов от холестерина. Атероклифит от компании «Эвалар». 26 октября в Татарстане облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем местами небольшой дождь. Ветер юго-забадный. Днем порывистый до 19 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 7 градусов. В магнитном поле Земли возможные небольшие возмущения. Погода с пониженным фоном атмосферного давления может быть неблагоприятной для самочувствия метеозависимых людей. Проблемы с потенцией. Растатит. Инфекции. Только в октябре. В Medical On Group сертификат на лечение на 2000 рублей в подарок. Звоните. 293-03-03. Открытие отделения МРТ. Профсоюзная 19. Телефон 200-07-14. Я напомню. Телефон редакции «Вести Татарстана» 554-30-31. Все новости доступны в сети интернет по адресу trtdfistv.ru Вести плюс в 0 часов 50 минут. Далее федеральные новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok